Всем привет! Вы на канале Crazy Trackers. Как вы видите, сейчас мы находимся в уютном домике в горно-алтайске. И примерно такой же уют мы ожидали найти на базе Высотник, когда спускались с перевала Каратюрек к Акимскому озеру. Да, но наш опыт оказался несколько печальным. И сейчас вы узнаете, что с нами произошло на этой базе. Спускаясь туда, мы только и думали о том, как мы наконец-то погреемся. Потому что спускались мокрым. Как мы отмоемся, мы мечтали, как поедим чего-то вкусного, потому что на базе Высотник есть кафе. А когда ты идешь в походе, у тебя только определенные продукты с собой взятые, хочется чего-то эдакого, чего у тебя с собой нет. Мы рассчитывали на это кафе. И на баню. Больше всего. Самая мечта, самая заветная, это попасть в баню. Мы знали, что она дорогая, но мы специально в этом году заложили на нее бюджет, потому что мы понимали, что мы сто процентов туда захотим. Других вариантов не будет. Это был наш 12 день похода, когда мы туда спускались. Поэтому мы просто такие, у нас грела вот прям мысль об этой базе, что мы туда придем и станем человеками мытыми. Мытыми, чистыми. Пойетыми. Погретыми. Да. И вот, значит, мы приходим мокрые, как мыши. Как мыши? Как проливным дождем, в хлюпающих ботинках, замерзшими ногами и промокшие насквозь. Наши мембранные куртки тоже промокли, потому что любые мембраны промокают под сильным длительным дождем. Просто замерзшие ужасно. Просто колотун такой был, на зубы стучат. Мы заходим в это кафе, там толпа народу. Видим меню и такие уже думают, сейчас мы закажем себе еду. Да, а там в меню куча всего. Шарлотка, блинчики, сырники, каша, супы, борщ, щи какие-то, салат овощной, свежий овощ. Мы такие, боже, сейчас мы отъедим. Да, отъедимся хорошо. Помоемся в бане. И я даже думала, что мы закажем, наверное, какой-нибудь домик или хотя бы большую палатку снимем. Снимем, да. Потому что мы были такие мокрые, что нам даже не было жалко денег на какое-то жильё, чтобы хоть прийти в себя хотя бы денёк, знаете, там. Хотя бы на один день, чтобы не ставить палатку в лужи. Да, и высушить вещи, высушить вещи, не со скрюченной спиной сидеть в палатке, а с выпрямленной. Вот. В общем, у нас были наполеоновские планы. И мы были готовы тратить деньги. И, в общем, мы приходим, смотрим меню, такие в предвкушении, ждём какую-то официантку, девушку, которая там работает. И вот приходит одна девушка из персонала, и мы такие спрашиваем, можно у вас снять домик? Да, комнату или палатку, шатёрку. Энна нам так хладнокровно отвечает. Нет, мест нет, всё забронировано нигде, никаких домиков нет, все комнаты заняты. Мы такие, а покушать можно? Нет, еды нет, питания нет, продуктов нет, всё забронировано наперёд, всё раскуплено, всё заказано наперёд. А баню можно? Баня сегодня тоже вся забронирована, нету, нету бани. Мы такие... У нас по мере её ответов лица такие, челюсти отвисали, лица вытягивались. Это был сильнейший удар, потому что в прошлом году, несмотря на дорогие цены, всё-таки что-то на базе было. Мы даже тогда смогли поесть салат, овощной. Да, а тут ничего нет. Мы такие... И знаете, это мы стоим в мокрой насквозь одежде. Вы знаете, когда неприятно хоть шевельнуться, потому что стоять мокро противно, сидеть ещё противнее, потому что штаны с трусами мокрые насквозь. Мы вот так вот стоим, нам дрожим, на улицу не хочется, тут оставаться уже тоже не хочется, потому что ничего нет. Да, потому что это уже как-то обидно. Да, а я же ещё хотела там близкому человеку написать, что я жива-здоровая, мама хотела там с кем-то списаться, нам нужен... А там есть такая услуга, вы можете написать в WhatsApp с телефона работника человеку своему близкому... СМС. Да, что вы дошли, или даже подключить интернет со своего телефона. И мы спрашиваем, ну можно хоть в WhatsApp там написать нам родным? И нам отвечают, сегодня интернет-провайдер сломался, что-то ничего не работает, нет, сейчас не получится подключить. И по этим вот фронтам мы обломались. Короче, это был просто полная фиаско. Полная просто. Мы стоим, мы стоим, обтекаем просто такие. И помимо воды, которая с нас льётся, у меня из глаз льются слёзы. От разочарования, от усталости дикой, от вообще непонимания, что теперь делать. Потому что на самой базе, на поляне, где можно ставить палатки, всё мокрое, и там болото образовалось. Там просто лужи стоят. Непонятно, куда эту палатку воткнуть, и сверху льёт дождь, снизу лужи, короче... И как нам теперь идти и ставить свою палатку? Мы-то любим свою палатку, она уютненькая в любом случае. У нас тёплые спальники, ну как это всё ставить под пролив... Мы не знали. И в итоге, я наплакавшись, собираюсь с духом, и мне в голову приходит идея. Я говорю маме, слушай, давай мы оставим наши рюкзаки и вещи в тамбуре кафе в сухом месте, возьмём просто палатку, всё для палатки, быстренько сбегаем, поставим палатку под дождём, а потом, когда оно утихнет, перетащим туда остальные вещи. Вот. Чтобы как-то... Гений. Вот. И мама такая, о! Прямо обрадовалась. Да. Выход нашли. Я прямо вообще думала, почему эта идея мне не пришла в голову самой? Это же просто гениально и просто. И мы взяли, оставили рюкзаки в тамбуре. Быстренько сбегали. Взяли палатку. Поставили её. Под дождём поставили, перетащили туда все эти наши вещи. Ну, потом уже. И вот. И вернулись в кафе греться. И сушить вещи. В надежде как-то хоть подсохнуть. Хоть немножко. Да. Мы такие приходим, заказываем чёрный чай. Но нам хотелось что-то горячего. Ну, нет еды, но чай хотя бы слава богу был. Да. Нам приносят чайник такой большой. Большой чайник? Да. А ещё... А! У нас была своя еда хотя бы. Ну, да. Раскладки? Да, мы подумали. Мне пришла в голову мысль, думаю, чтобы нам уже не идти там снова разводить эту газовую горелку. Ну, сидеть в палатке, потому что не хотелось. Мокро-холодно. Да, я так думаю, а может быть у вас есть кипяток, чтобы мы могли хотя бы раскладки свои залить? Кипяток нам принесли, слава богу. 50 рублей стоит кипяток. Но маме пришлось под дождём бежать обратно в палатку за едой, потому что она её забыла принести в первый раз. В общем, я сбегала за едой. Мы заварили свою гречку. Сидим, едим гречку и пьём чай. Продрогший жутко. Короче, Олеся сделала вывод, что с этой базы, что мы поймели? Только чай и кипяток. Вот, наш улов. Да. Но мы спросили, будет ли баня свободна на следующий день, поскольку как бы желание помыться у нас никуда не делается. Нам помыться было очень нужно. Это был 12-й день похода. Сегодня, но хотя бы завтра мы должны уже помыться. И нам сказали, да, завтра баня будет весь день свободна. Мы такие, о, давайте с утра, потому что мы хотим как можно скорее. И нам сказали, нет, баня будет готова только к шести. Мы такие, а зачем тогда говорить, что она свободна весь день, если она только вечером будет? Это очень странно. Ну, в общем, мы заказали баню на пять часов. И на следующий день мы такие приходим, там нужно было прийти в кафе, чтобы нас проводили в баню. Мы приходим вовремя и говорим, а у вас можно сегодня заказать лепёшки, чтобы мы после бани пришли, и вы принесли бы нам две лепёшки готовые. Нам говорят, да, у нас сейчас есть тесто, мы поставим вам, пожарим две лепёшки, хорошо. Я вас запомнила, я вас запишу. Я говорю, пожалуйста, 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 только не отдавайте наши лепёшки никому, а оставьте их для нас. Девушка посмеялась и говорит, хорошо, хорошо, не переживайте, будут лепёшки. И мы с мамой такие с предвкушением, ой, шикодадим, пошли мы в баню, мы сейчас будем чистые, мы сейчас такие... Помылись мы в этой шикарной бане. Абсолютно шикарная, она того стоит, баня на 10 человек рассчитана, но мылись мы там вдвоём. И стоит 8 тысяч рублей в час. В прошлом году она была 7 тысяч. Жесть, как дорого, но мы были к этому уже морально готовы. В прошлом году мы не были морально готовы, нам когда сказали 7 тысяч, мы такие... А тут мы уже понимали, что, скорее всего, в прошлом году мы помылись, полчаса нам разрешили помыться за 3,5 тысячи. Мы ухитрились там в таком темпе ускоренном. А тут мы такие на час пошли на 8 тысяч. Там мы вообще шикарно помылись и в предвкушении пошли в кафе. За лепёшкой. Приходим такие, сидим, сидим такие, ждём-ждём. Ждём лепёшки. А там опять толпа народу, кстати, новая группа пришла. Вот. Там постоянно вообще какие-то огромные группы, причём непонятно, куда они девались. Да. И вот мы, значит, приходим, садимся, ждём эти лепёшки. Ничего не приносят. Сияем. Да, мы говорим персоналу. Ну, мы заказывали две лепёшки и чай чёрный. И нам отвечают, нет, такого не было. Вы не заказывали, вы не говорили. Такого не было. Просто вот так вот реально. Такого не было. И я такая... Мы такие... Как это? Это чё это вообще такое? Мне даже сейчас уже опять стало больно и вспомнило просто... Да. Мы просто так вообще... Если тогда... Опишели... Просто если тогда нам сказали, что ничего нет, мы, ладно, окей, но сейчас нам сказали, да, всё будет, не переживайте. И тут нам говорят, нет, такого не было, вы не говорили, вы не заказывали, лепёшек нет. И мы такие разочарованные стоим, и на наших глазах этой группе людей, которая сидит рядом, выносят пакеты лепёшек мягких, горячих, этот шлейф, запах. Мы такие только такие... И эти люди, эти лепёшки, кто-то там не доел, кто-то там не доел ещё, людям выносят борщ. Нам говорят, что ничего нет. Мы такие... А мы после бани голодные вообще, такие прям... Но, слава богу, оказалось, что у них есть два пирожка с повидлом, и нам их принесли, и они были свежие. Вот это реально спасибо. И мы вовремя их купили. Потому что потом другие люди не смогли их купить. Буквально через пару минут после нас такие, можно пирожки? Они там пока думали, пирожки уже тоже куда-то делись. Я помню, на моих глазах там какие-то две женщины заходят в кафе, тоже видно, что изголодавшиеся почему-то такому. Заходят, говорят, в меню. Ой, посмотри, тут есть блинчики, тут есть пирожки. О, лепёшки тоже. Давай с тобой какао и лепёшек закажем там, и ещё вот... Они ещё не знали, куда попали, что их вообще ждёт полный облом. Ну и, собственно говоря, ладно, но от идеи поесть лепёшки мы не отказались, потому что в походе... Потому что Олеся была просто... у неё какая-то уже идея фикс. Лепёшка. Я не знаю, в походе на Алтай лепёшку хочется очень сильно. Вот прям мне, это было прям вот... Вот must have у меня. Просто какая-то реально вот это... Такая драгоценность. Да, ну сильно хотелось, потому что мне в прошлом году очень сильно понравилась лепёшка. Она ничего особого из себя вроде бы не представляет. Похожа на мягкий лаваш с примесью... Ну, типа как жареные пирожки. Типа пышки, да. Да, вот такая как пышка, только большая. Да, и менее жирная. Ну, прикольно, мне нравится, я очень её хотела. Поэтому на следующий день... А, нет, мы с вечера того же банного дня... Заказали на следующее утро. Мы сказали, что типа завтра лепёшки будут, и нам отвечают. Да, завтра мы будем ставить тесто в 8 утра, лепёшки будут, да. Мы такие, о, хорошо. Так, это как бы... Пожалуйста, запишите нас в блокнот, чтобы не произошло такого же казуса, как сегодня. Она сказала, да, да, сегодня... Я всё-таки про вас помнила, просто... Когда вы были в бане, пришла большая группа людей, и они сразу платили за лепёшки, поэтому мы сразу стали давать им эти лепёшки. Соответственно, раз люди платили, мы сразу им продавали. Поэтому вам не осталось. Вот, но я про вас помнила. Класс, а вы же нам обещали, подумала я. Ну да ладно. А можно мне тоже водички, пожалуйста? Спасибо. Вот. Я говорю, запишите нас в блокнотик, пожалуйста. И давайте мы вам сразу заплатим, чтобы завтра гарантированно у нас были лепёшки утром. Да. В общем, я там предприняла все попытки. И мы даже завели... Я бы потом эту девушку, наверное, просто достала. Достала. Потому что я же... Мы завели себе будильник в итоге. Да. Чтобы не проспать лепёшки. Мы, короче, уже такие повёрнутые. Лепёшка-манки две. Да. И вот мы в девять утра приходим в это кафе и говорим, лепёшки наши готовы. Нам говорят, да. А мы такие, о, мы охотница за лепёшками наконец-то. Садимся такие, нам выносят, ставят перед нами. Мама берёт лепёшку в руку. И у меня лицо такое... Потому что лепёшки... Потому что она явно была не утренняя, а явно она какая-то была вчерашняя. Или позавчерашняя. Потому что она была такая осевшая, сухая и холодная. Вообще-то, даже если лепёшки испекли час назад, они не становятся такими в прошлом году. Ну, да, это явно какая-то была вчерашняя лепёшка. Явно. Да, и мы такие сидим... Я такая уже зову девушку. Я говорю, я вообще в кафе никогда не скандаливаю. Никогда. Но тут... Такая девушка, это что, лепёшки вчерашние? Она говорит, нет, это сегодняшние, поставили в 8 утра тесто. Я говорю, нет, не похоже на сегодняшние. Я говорю, явно вчерашние. Она говорит, нет, это сегодняшние, вчера теста же не было. Вчера тесто кончилось. И мы такие... И пришлось мне жевать, дожёвывать эти сухие лепёшки, поскольку мама от них совсем отказалась. Я такой лезть не стала, потому что, ну, это вообще ни в какие ворота. Это несъедобно. Просто это несъедобно. Короче, лепёшечный облом у нас в этом году получился. Я тут подумала, что лучше никаких, чем вот такое есть. Да, но потом нам ещё понадобился кипяток, всего лишь 500 миллилитров для термоса. И мы подходим к девушке, спрашиваем, можно кипяток, пожалуйста? Она говорит, да, сейчас мне только нужно отойти, я скоро вернусь. Или попросите кого-нибудь другого. Другого никого не было, кстати. Все куда-то ушли. А ушли? Они ушли, не просто ушли, они пошли прощаться с группой. Какой-то вип-группой, наверное, потому что они стояли, махали им платками. Они там, да, очень долго с ними прощались. Вот так вот стояли. Причём они так прощались, как будто бы это реально была какая-то их любимая группа, видимо, самая любимая. Обнимались там. Да, они очень сильно с ними прощались. А мы стоим, как две идиотки. Хотя, слушай, может, они очень сильно радовались, что они уходят? Я не знаю. Они хотели убедиться, что они точно ушли. Я не знаю, почему мы так с ними прощались долго. Но мы как две идиотки стоим, ждём этот несчастный кипяток. Мы сидим такие, пустили корни такие. Сидим, думаем, когда же кто-нибудь придёт. Одна девочка забежит на секунду и обратно. И обратно прощаться с ними, обниматься. А мы такие, кипяток, кипяток. В итоге мы не выдержали, поняли, что фиг с ним, с кипятком. А мы собирались как раз в радиалку. И у нас солнце уже начинало подниматься. У нас как бы время дорого. Нам нужно было идти, пока не жарко. А время уходит. И мы ждём кипяток. А мы ждём кипяток. Короче, я уже такая всё долю. Олеся, пошли отсюда. Мы не будем ждать кипяток. Пойдём так. Мы выходим, проходим мимо персонала. И они нас спрашивают. Всё хорошо, кипяток налили вам? И мама такая. Нет. И всё. И мы ушли. Ну, собственно, на высотнике в этом году облом по всем фронтам у нас получился. Вот только чай и кипяток. Нет, мы же ещё купили газ. Нам достался газ. Туалетная бумага. Туалетная бумага и два пакета пряников. Мы разжились вообще-то. Да. То есть у нас не совсем облом. И там, я не знаю, они иногда были такие недовольные. Хотя, на самом деле, я могу представить, как это тяжело там работать. Они были очень замучены. Потому что я могу представить, когда каждый день вам в кафе... Впаливается огромная группа людей. Да, и всем что-то надо. Одному подключить интернет, другому зарядить пауэрбанк, третьему кипяток, другому лепёшки, потом баню, ещё что-то, ещё что-то. Всем что-то надо, а вас только трое. И вы там вот просто не успеваете передохнуть, там сесть. Конечно, вы, наверное, будете измотаны такие уставшие и злые. Но всё-таки со стороны клиента немножко неуютно, что ли. Ну, со стороны клиента тоже. Когда ты тоже уставший, приходишь с перевала, и ты тоже там мечтаешь о том, чтобы поесться, греться, как бы хоть что-то, вот какой-то уголок цивилизации. А потом оказывается, что лучше бы и этого уголка не было. И ты там и в своих горах бы сидел. Да. Потому что там хотя бы ты ни на что не рассчитывал и ничего не ждал. Я ещё в итоге там решила раскошелиться и купила интернет. Там можно было подключить интернет тысячу рублей в час. Капец дорого, да? Но я была готова на это. И когда я попросила мне его подключить, мне так недовольно ответили. Типа, сейчас, подождите, интернет подключать очень долго. Я сначала подключу этого мужчину, а потом вас. Я такая, ладно. В итоге, слава богу, мне его подключили. И он работал, благо, потому что на следующий день интернет перестал работать. И те люди, которые его купили, сидели, заплатившие тысячу рублей без Wi-Fi. И были недовольны. Поэтому я урвала, слава богу. Ну, кстати, Wi-Fi в прошлом году, по-моему, там не было. Это было какое-то новшество какое-то. Он появился только в этом году. Либо мы не замечали, не слышали её, я не знаю. Что ждёт вас в следующем году и вообще последующих, мы не знаем. Может быть, там появятся все продукты и все блюда из меню. Может быть, там подорожает эта баня ещё на 2-3 тысячи. Баня подорожает 100%. Это точно. На будущий год, я думаю, будет тысяч 10. Скорее всего, еда только для организованных групп, которые заказывают её заранее, бронируют как-то. А для таких самостоятельных, как мы, обычно там ничего нет. Так что имейте в виду, если вы самостоятельные туристы, особо рот не раздевайте, губу не раскатывайте. Я ещё также хочу сказать, что целью ролика не было оскорбить кого-либо, задеть чьи-либо чувства. Просто рассказываем про наш опыт. Да, мы не хотим обидеть персонал как-то там. Мы понимаем прекрасно, что им тяжело работать, но мы просто делимся фактами. Просто, да, про наше безочарование, потому что мы очень сильно, так сказать, расстроились. Да, реально было обидно. Это было очень обидно, особенно в первый день. Это прям вообще... Да. Но зато сейчас всё хорошо. Видишь, крыша на голову есть. Мы чистые, вымытые еды. И у нас даже есть там ванна. Да, поэтому сейчас всё хорошо. Да и в походе всё было классно. В принципе, всё классно. А в походе было вообще супер. Главное вообще позитивно смотреть на вещи. Мы реально потом на эти отсутствие благ на высотнике забили и наслаждались тем, что у нас есть. Наверное, мы уже всё рассказали, что хотели про эту базу. Поэтому будем с вами прощаться. Да, если вам это видео понравилось, ставьте лайк, пишите ваши комментарии. Мы очень любим на них отвечать. Вот, прям очень нам это нравится. И если хотите, можете также поддержать нас донатом. Реквизиты будут в описании. Да, чтобы наш канал развивался, и чтобы мы дальше снимали для вас более качественный контент. Вот. Ну а пока... Всем пока! Мы расскажем, что мы там нахлебались. Ага. О нашем опыте на базе высотни в 2004 году. 2024. Отличное начало. Мы не... Потому что баня стоила 8 рублей. Ой. Восем якісь. Время. 4. Продолжение следует...